МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, про блогеров этих мы с вами разговаривать, наверное, уже не будем. Просто будет такая полезная инструкция, в принципе, для всех. Что бывает за неуплату налогов, как их вовремя выплачивать и так далее. Первый вопрос. Все-таки какое наказание может наступить за неуплату этих самых налогов? За неуплату налогов грозит штраф в размере 20%. Это часть первого налогового кодекса. 20% от суммы налога неуплачены, либо 40% от суммы налога неуплачены. В случае, если налоговый орган докажет, что данная сумма налога была занижена умышленно. Вот такая. У самозанятых, допустим, у них идет также 20% штраф от неуплаченной суммы налогов. И в размере 100%, если данное нарушение было допущено повторно в течение полугода. Есть такое заблуждение среди граждан, что самозанятые, в принципе, не должны платить какие-то налоги, что это такая упрощенная форма предпринимательства, которая ничем не облагается и так далее. Давайте поясним, по типам, какие налоги должны платить самозанятые, какие ИП и так далее. Вот с самозанятых и начнем. Хорошо. Самозанятые платят налог с доходов своих полученных в качестве самозанятых. Налоги составляют, ставка налога составляет 4% в случае получения им доходов от физических лиц. И 6% в случае, если самозанятые получают доходы от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. То есть налоговой базой является вся сумма полученная дохода. То есть такой налог на профессиональный доход. Да. Как это происходит? Они устанавливают какое-то приложение, через него... Я всегда рекомендую устанавливать приложение «Мой налог» называется «Почему?» Потому что с использованием данного приложения очень удобно контролировать весь процесс. И самому управлять моментами, связанными с уплатой налогов. То есть налогоплательщик видит сумму налога, которую он предварительно уже налоговый орган рассчитывает и так далее. То есть данная ситуация находится под контролем, скажем так, самозанятого плательщика налога. И когда нам приходит какой-то доход от физлица, то приложение само рассчитывает вот эти 4%? Совершенно верно, да. То есть с 1 января 2023 года изменились сроки уплаты данного налога. То есть если до 1 января 2023 года срок уплаты был до 25 числа месяца следующего за истекшим, то есть за январь, допустим, месяц нужно было произвести оплату налога до 28 февраля. А до этого срок уплаты был до 25 числа месяца следующего за истекшим. Так, если мы не самозанятые, мы индивидуальные предприниматели. Здесь какие налоги? Ну тут зависит от той системы налогообложения, которую выбрал индивидуальный предприниматель. Если это общая система налогообложения, то это НДФЛ 13% и НДС 20%. Если это упрощенная система налогообложения, тут тоже опять-таки зависит от выбора индивидуального предпринимателя. Это либо доходы 6%, либо доходы минус расходы 15% в зависимости от того, как ему выгодно и какую сумму налога ему было бы выгодно платить. То есть, допустим, перед тем, как регистрироваться, всегда нужно прогнозировать, анализировать, понимать, какие затраты будут основные. И есть ли смысл, во-первых, будут ли они документально подтверждены, есть ли смысл, допустим, применять систему налогообложения доходы минус расходы. Если расходы подтвердить в будущем не представляется возможным. Есть такие ситуации, когда индивидуальному предпринимателю невыгодно применять упрощенную систему, потому что основные его заказчики требуют, чтобы индивидуальный предприниматель выставлял им счета фактуры с НДС. Если индивидуальный предприниматель понимает, что не всегда может получать доход, на какое-то время его бизнес не приносит никаких доходов, здесь такой, знаете, лайфхак хотел у вас спросить, какую систему налогообложения ему лучше выбрать? Вы знаете, даже если он не осуществляет деятельности, он обязан будет платить страховые взносы за себя. Соответственно, тут нужно понимать, для чего он будет сохранять это ИП. Либо все-таки это какой-то перерыв деятельности, да, и он планирует в будущем осуществлять и возобновить деятельность, либо все-таки следует, наверное, закрыть все-таки. Последняя разница между самозанятыми и ИП. Когда самозанятый все-таки перетекает в индивидуального предпринимателя? Здесь нужно соблюдать критерии. То есть, во-первых, это лимит, который установлен для доходов получения в качестве самозанятого. Это 2 миллиона 400 тысяч. У самозанятого отсутствует возможность, то есть запрещено привлекать наемный труд. Некоторые виды деятельности тоже запрещены в качестве самозанятого. Прежде чем даже вот открывать, допустим, либо регистрироваться в качестве самозанятого, да, также необходимо провести, наверное, какую-то аналитику и для понимания возможные, какие будут потенциальные покупатели его, для того, чтобы контролировать, во-первых, вот эти лимиты, которые установлены, чтобы он, по крайней мере, знал, что у него превышен доход, и, собственно, он уже не может быть зарегистрирован в качестве самозанятого. Вы знаете, сегодня, когда с коллегами обсуждали тему налогов, в принципе, в редакции, был такой, знаете, самый сложный вопрос для нас, какие документы нужны? Для многих это темный лес. Поясните, что нужно отправлять налогу? Документы для чего? Ну, собственно, для отчетности, для чего? Для уплаты налога и так далее. Для уплаты налога? Ну, во-первых, очень внимательно необходимо относиться к документам, которые идут в качестве расходов, уменьшающих налоговую базу. Критерии очень, скажем так, существенные к данным документам, к оформлению, к получению и к наличию, в первую очередь. То есть при отсутствии документально подтвержденных расходов вы не сможете эти расходы, собственно, заявить. Соответственно, сумма налога будет увеличена как раз на эту сумму расходов. А если мы говорим про налоговый вычет? Еще одна статья такая. Здесь какие документы? Да, налоговый вычет. Это могут быть имущественные налоговые вычеты, социальные налоговые вычеты, стандартные налоговые вычеты, но он более простой. По имущественным вычетам это стандартный пакет документов, в принципе. Договор по приобретению имущества, договор ипотека, либо договор ипотеки с банками. Документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств, факт уплаты процентов, допустим, по ипотеке. Потому что имущественный налоговый вычет предоставляется не только на стоимость приобретенного имущества. Лимитирована данная льгота, это 2 миллиона. Но еще и на уплату процентов, значит, это 3 миллиона льготировано. То есть по уплаченным процентам также предоставляется льгота. В общем, это целая наука налоги. И чтобы в ней разобраться, еще раз посмотрите наш эфир. Надежда Иванилова подробно рассказала при разных случаях, как действует. Надежда, спасибо большое.